Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. На велосипеде по набережным малых городов региона. Ну а в частности по набережной Юрьевца, Киниш, Матейкова, Гаврилова Посада, города Иваново. Как раз городов, где в последние годы было отремонтировано и отреставрировано несколько набережных. Ивановская область провела свой день на международной выставке России на ВДНХ культурной и деловой программой. Мы расскажем, какие достижения отметил губернатор. И чем закончилась дискуссия о будущем малых городов. Новая крыша, фасад помещений и оборудование. Третья Ивановская коррекционная школа для ребят с нарушением речи открылась после комплексного ремонта. Более 400 жалоб на вывоз мусора поступило в Ивановскую мэрию. А люди ругаются вот так вот встречаете наверх? Конечно. А почему вы нас не убрали? А вот скажите своему соседу, чтобы он убрал машину. Рекоператор обещает вывезти мусор за два дня. Наша съемочная группа проехала по городу и оценила масштаб беды. Более трех тысяч обращений. Что особенно волнует жителей региона? Какую помощь оказывает служба уполномоченного по правам человека? Какую программу запустили с Нового года? Об этом в репортаже. А также не пропустите пламенный привет. В Кинишме сгорел ангар с текстильной продукцией. Предприниматели подсчитывают убытки. Кто ответит за смерть ребенка и какое распоряжение дал Бастрыкин? Постновогоднее лакомство. Пихтовый десерт для обитателей Ивановского зоопарка. Кто они, народные доктора декабря? По версии жителей городов и районов. Об этом и не только совсем скоро. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Но начнем с трагической новости. Сегодня официально сообщили о гибели еще четверых ивановских военнослужащих. Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким героев. Заместитель начальника штаба Игорь Александрович Гундаров и командир танков взвода связи Иван Владимирович Шмелев служили в воинских частях других регионов. Арман Телегенович Аспанов возглавлял бронетанковую службу штаба воздушно-десантных войск. Раньше он был начальником бронетанковой службы 98-й дивизии ВДВ. Казак Андрей Сергеевич Беляков, командир отделения, служил на территории Ивановского гарнизона. За проявленные героизм и самоотверженность награжден Орденом Мужества Посмертно. Другим темам. В столице Новая ДНХ масштабно прошел День Ивановской области. О насыщенной культурной программе моя коллега Наталья Сергеева рассказывала накануне. Но большая часть была посвящена также деловой составляющей. Какие достижения нашего региона отметил губернатор Станислав Воскресенский. И куда завела дискуссия о проблемах развития малогородов, расскажем прямо сейчас. Заявить на всю страну о главных достижениях области. С этого и стартовал День нашего региона на международной выставке-форуме «Россия». За последние 5-6 лет мы добились немалых успехов, говорит губернатор. Как пример, лидирующая позиция регион занимает в плане комфортной городской среды. Города активно преображаются. Наш регион один из лидеров по количеству выигранных грантов на преображение наших с вами малогородов. Поэтому вы, наверное, видите, что за эти 5 лет, 6 даже, точнее уже, преобразились все набережные наших полуновских городов. Но и не только. Появились площади. Еще раз говорю, это благодаря вот тому самому конкурсу. А мы с вами готовили качественные заявки и стали одним из лидеров. Интерактивную экспозицию Ивановской области тоже посвятили малым городам и их преображению в сердце стенда «Иваново» и «Арт-железнодорожный вокзал». Транспортная доступность – успех для региона. Туристическая привлекательность выросла благодаря росту сети авиа- и ЖД-перевозок. До нас стало удобнее добраться. Я напомню, 6 лет назад до города Иваново-то было непросто добраться. Поезд шел в 8 часов ночной. Сейчас с РЖД реализован проект «Ласточка». «Ласточки» связали нас с Москвой, с Нижним Новгородом. За 5 лет появилось ежедневное сообщение с Санкт-Петербургом. И наши дороги между городами стали одним из лучших в стране. Конечно, все это повлияло на количество туристов, которые хотят посетить наш регион. Внутри региона дорожная инфраструктура, тоже настроенные дороги между городами, приведенные в порядок на 95%. Малые города в центре внимания и в течение дня к теме их развития много раз возвращались. Здесь тоже регион задает тренды. На дискуссию собрали видных политиков, ученых, инвесторов. Крупный бизнес готов здесь развиваться, как пример многолетний опыт работы в шуе завода «Аквариус». Однако остро стоит кадровый вопрос, что делать, чтобы не допустить утечки мозгов в большие города. Одна с тем дискуссия. Ни и много других предприятий с Ивановскими вузами подписывают соглашение. Мы приходим к тому, что надо готовить людей, уже на месте развивать. Если мы хотим, чтобы это была не вахтовая история, поработали, куда-то там 50 лет сбежали или нашли новое место и переехали в Москву, безусловно, обучение, извиняюсь, прибивать людей жильем к месту – это единственный путь того, чтобы города не вымывались, а продолжали развиваться и возникала какая-то собственная база. Руководство текстильной компании «Нортекс» уверено в столице легкой промышленности страны реализовывать проекты в этой сфере гораздо легче и удобнее. В их случае речь идет об инновационных тканях с антибактериальными свойствами и тканях из огнеупорных волокон. В 2024 году, я надеюсь, мы закончим крупный инвестиционный проект по комплексной модернизации наших основных предприятий, стоимостью около 3,5 миллиардов рублей. И помимо увеличения мощностей, на которые мы рассчитываем, мы получим огромные возможности по созданию уникальных продуктов, уникальных для России. Еще один позитивный пример – компания «Дымов». Один из крупнейших производителей мяса в стране имеет животноводческие комплексы в Гаврилово-Пасадском районе. Было создано около 200 новых рабочих мест. Параллельно производитель поддерживает развитие комфортной городской среды в районе. И все в совокупности влияет на людей, говорит Вадим Дымов, которые стали уважать место, где они живут. Есть что посмотреть. К сожалению, пока, может быть, не так много есть, где что, где как перекусить. Но это тоже уже в процессе, потому что я вижу, что местные предприниматели оживают и строят какие-то кафешки, строят какие-то там заведения. Но город значительно преобразился. Это видно по жителям, по их лицам, по их даже одежде. Они ходят по вечерам, это забавно, будете улыбаться, но они ходят по вечерам в белых рубашках. Да, я как бы, поскольку я там, ну, часто бываю, да, я вижу, как вот просто меняются даже лица, и лица наполняются достоинством. Менять менталитет – вот задача, которую сейчас должен решать проект по созданию комфортной городской среды в малых городах, считает Джимал Сурманидзе. Меняться должно и мировоззрение жителей, и бизнеса, и политиков. Какой бы шпагат не силы уважения центра региональных компетенций Ивановской области, какой бы фантастический изделанный бульвар, если рядом застройщик построит некрасивый дом и страшный забор, у него ничего не получится. Вот, и на мой взгляд, мы должны пересчелкнуться сейчас в сторону вот этих вот правил, этих понятий, и мы должны начать с сообществами. Как ни странно, проект комфортной городской среды, если утрировать, то он про то, чтобы найти в городе людей, которые хотят изменений, и дать этим людям инструменты изменений. В завершении деловой части программы дня Ивановской области на ВДНХ было подписано важное для региона соглашение о сотрудничестве в сфере культурной деятельности. Президентский фонд культурных инициатив в ближайшее время откроет в Ивановской области проектный офис и сможет активно помогать креативным командам нашего региона получать консультации, тренинговую поддержку и полную информацию о том, как можно и нужно выигрывать президентские гранты. Наталья Сергеева, Максим Шишкин с выставки «Россия» специально для телекомпании «Барс». Определены претенденты на победу в конкурсе «Народный доктор» за декабрь прошлого года. Сейчас расскажем, кто набрал максимальное количество благодарностей. Сразу отмечу, что голосование продлится до 15 января. Вы можете поддержать любимого врача и приблизить его к победе. Для этого воспользуйтесь QR-кодом в углу экрана. Итак, в номинации «Народный доктор областного центра» представлены три врача. Александр Вахрушев – врач-психиатр областного наркодиспансера. Юлия Егорова – врач-дерматовенеролог областного кожевендиспансера. Мария Кротова – врач-кардиолог областного кардиодиспансера. На победу в номинации «Народный доктор райцентра» претендует Юлия Новожилова, участковый педиатр детской поликлиники в Вичуге. Евгений Степанов – врач-педиатр педиатрического отделения невролог Шуйской ЦРБ. В номинации «Народный доктор села» больше всего благодарности получили Анна Митягина, фельдшер ФАПа в поселке Светлый Луч Ивановского района. Ирина Перова – заведующая Благовещенским ФАПом Лукского района. И Любовь Прозорова – врач общей практики Каминской врачебной амбулатории Родниковского района. Победитель в каждой из номинаций получит 50 тысяч рублей. Расследование смерти ребенка от менингита в Иванове взял под личный контроль глава Следственного комитета. Напомним, летом прошлого года в Ивановской больнице умерла 8-летняя девочка. Когда девочка первый раз почувствовала себя плохо, в госпитализации ей отказали. За два дня самочувствие ребенка резко ухудшилось, и тогда ее госпитализировали. Однако в больнице ребенок скончался от менинга энцефалита. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Но мама погибшей девочки с ходом расследования не согласна. Женщина считает, ребенок умер из-за несвоевременного и некачественного оказания медицинской помощи. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены. Тогда Ивановка обратилась за помощью к Бастрыкину. Он поручил ивановским следователям доложить ему о ходе и результатах расследования. Более 400 жалоб на вывоз мусора поступило за две недели в администрацию города Иваново. В новогодние каникулы контейнерные площадки были завалены отходами. Рекоператор пообещал решить проблему в ближайшие дни. Дарья Костина проехала по помойкам. Верный знак стало лучше. На Барс больше не приходит столько жалоб, как перед Новым годом и в каникулы. Тогда в нашей почте был завал, как в городе, на контейнерных площадках. Фото, похожие друг на друга, сыпались из разных частей Иваново. Выходные закончились. Мы проехали по адресам, откуда приходили сигналы. Центр города – улица Калинина. Было грязно, чисто стало. Рядом, на Дунаево, жители наблюдали горы мусора. Как видите, картина та же. Улица Дунаева. Жители жаловались на эту мусорку не раз. И чтобы теперь пройти, нужно выходить на проезжую часть. Микрорайон Рождественский. Утром в четверг здесь чисто. До выходных не особо хорошо убирали. Часто были горы мусора. Но в целом стараются убирать часто. Удача. Как раз застали спецтехнику. Правда, она сломалась. Много еще по городу точек, которые завалены мусором? Прилично. А почему так получилось? У кого-то машины старые, допустим, сломаны просто. Машины старые на ремонте? Ремонт, да. Нет подъездных путей. Сейчас морозы были, вообще гидравлика летит. Видите, вроде мороза нет, а все равно шланг лопанут. А люди ругаются? Вот так вот встречаете, наверное? Конечно. Конечно. А почему вы у нас не убрали? А вот скажите своему соседу, чтобы он убрал машину. Тогда мы можем подъехать и убрать. Шланг отремонтировали быстро. Убрать оставшийся мусор – дело нескольких минут. Об этом мечтают и жильцы домов по улице 2-я Чапаева. Здесь залежи отходов. Присмотритесь, в них обосновались крысы. Региональный оператор взял два дня на исправление ситуации в городе. Погодные катаклизмы, нам кажется, позади. Так что мы рассчитываем нормализовать графики вывоза отходов в ближайшие дни. Проблемы могут остаться, но лишь по тем адресам, где автолюбители продолжат игнорировать наши просьбы не парковать автомобили на пути проезда тяжелых мусоровозов. Кроме того, просим обратить особое внимание на расчистку межквартальных проездов и дорог в частном секторе. За новогодние праздники с 25 декабря по 9 января в администрацию города Иваново поступило 412 обращений, которые были связаны с некачественным вывозом мусора с контейнерных площадок. Все эти обращения отработаны. При анализе обращений выяснилось, что 40 обращений были связаны с тем, что мусоровозы не смогли подъехать из-за припаркованных машин жителей. И лишь 10 обращений были связаны с тем, что не были расчищены подъездные пути. Администрация города Иваново дала поручение своим службам для того, чтобы дороги были расчищены. В прошлом году таких жалоб было в 4 раза меньше. Как будет исправляться ситуация, обещали контролировать и в прокуратуре. Дарья Костина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Солидный штраф в отношении управляющей компании и условный срок директору не сподвигли организацию привести в порядок фасад жилого дома в Фурманове. Но теперь коммунальщикам придется исполнить решение суда. Еще в апреле 2021-го кусок штукатурки с многоквартирного дома на социалистической улице упал на 7-летнего мальчика. Ребенок получил черепно-мозговую травму, проходил долгое лечение и реабилитацию. Было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявили директору ООО «Производственное», которое обслуживало дом. В итоге мужчину приговорили к трем годам условно. Кроме того, управляющая компания заплатила штраф в 250 тысяч рублей и компенсацию морального вреда семье в размере 400 тысяч рублей. А вот приводить в порядок опасный фасад здания организация не стала. Спустя два с половиной года жилой инспекции обратилась в суд, чтобы принудить коммунальщиков к ремонту. Фурмановский суд посчитал эти требования обоснованными и обязал ООО «Производственное» выполнить необходимые работы до 17 июня этого года. Решение пока не вступило в законную силу. Серьезный пожар случился в Кенишме. Поздно вечером в среду на окружной улице загорелся склад. Еще до прибытия пожарных пятеро человек эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал. Однако, по словам очевидцев, в огне погибло несколько собак, охранявших территорию. В пугающие кадры стушения пожара на месте огнеборца выяснили, происходит горение внутри ангара с нетканными материалами. Было создано три боевых участка. Стволы подавались с разных сторон на тушение склада, а также на защиту примыкающего кирпичного здания. Был развернут штаб пожаротушения. В 22.20 пожар был локализован, а через два часа открытое горение удалось ликвидировать на площади 800 квадратных метров. В тушении принимали участие почти 40 человек. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Новая крыша, фасад помещений и оборудование. Третья Ивановская коррекционная школа для ребят с нарушением речи открылась после комплексного ремонта. Более трех тысяч обращений. Что особенно волнует жителей региона? Какую помощь оказывает служба у полномоченного по правам человека? Какую программу запустили с Нового года? Об этом в репортаже. Новая крыша, фасад помещений и оборудование. Третья Ивановская коррекционная школа для ребят с нарушениями речи открылась после комплексного ремонта. В обновленном здании побывала Марина Зенина. Коррекционная школа номер три ведет свою историю с 1959 года. Когда-то здесь был интернат, но позже спальни переоборудовали в классы. Кап ремонта не делали давно. Здание было изношено почти на 90%. Самое страшное – это была крыша, которая уже протекала. Самое страшное – это был фасад, который мы местами восстанавливали. И самое страшное было то, что в школе было достаточно прохладно на протяжении последних лет, потому что ни одна система отопления с холодными стенами не справлялась. В 2022 году учреждение вошло в президентскую программу. На восстановление выделили около 70 миллионов рублей. Весной 2023 года здесь начали комплексный ремонт. Пять месяцев ребята занимались на дистанционке. Приступить к урокам в обновленном здании удалось только под Новый год в конце декабря. По словам родителей, таких школ в городе они еще не видели. У меня двое сыновей, они учатся в начальных классах. Безумно рады, бегут в школу с удовольствием, что можно сказать про это. Текла крыша, было холодно, а сейчас можно просто в рубашечке выходить. Все очень тепло, говорят, не кутайте детей. Очень жарко в классе. Кроме крыши и фасада обновили систему горячего и холодного водоснабжения. Заменили электропроводку и установили новую систему пожаротушения. Новую жизнь вдохнули в коридоры и лестничные марши. Отремонтировали туалеты. В вактовом зале новая мебель. Сейчас у сцены репетирует театр детской моды. В школе также обновили пищеблок. Купили новый пароконвектомат, паровой котел, овощерезку. Накормить 230 человек не так просто. Дети едят в три смены. Здесь бесплатные завтраки и обеды. Почти каждый класс оборудован интерактивными досками и панелями. В школе 18 молодых учителей. Директор старается привлечь в качестве педагогов выпускников, закончивших колледжи и вузы. Теперь они работают в комфортных условиях и обеспечены одними из самых новых образовательных материалов. В прошлом году в шести общеобразовательных школах Ивановской области, из них три муниципальные и три областные для детей с ограничениями в здоровье, вошли в проект, который позволил провести не просто ремонт точечно, а именно комплексный капитальный ремонт здания. От фасада, крыши, полов, стен и отдельных учебных кабинетов. Плюс заменить учебное оборудование. Не так давно область получила одобрение в федеральном правительстве на комплексный ремонт еще 17 школ. Его должны выполнить в ближайшие три года. В 2024 году планируют восстановить семь образовательных учреждений. На это направят почти 600 миллионов рублей. Марина Зенина, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс». В Калинове снова не удалось расселить новый аварийный дом. Суд отказал администрации Ивановского района в принудительном расторжении договора. Мы уже не раз рассказывали, как семьи с инвалидами в Калинове встретили новогодние праздники в новом аварийном доме. Представители администрации Ивановского района в конце прошлого года подали иск в суд. Суть его заключалась в том, чтобы прекратить действие договоров социального найма на жилье, признанное аварийным и подлежащим сносу. Чиновники требовали принудительно выселить семьи из опасной постройки. Семье Ануфриевых предложили заселиться в ветхий дом 1967 года постройки на загородной улице. В итоге районный суд оставил исковое заявление из ЦАП без удовлетворения. В конце прошлого года администрация Ивановского района подала апелляционную жалобу в областной суд. 10 января суд поддержал решение первой инстанции. Иск со стороны администрации Ивановского района был оставлен без удовлетворения. В службу уполномоченного по правам человека обращаются и письменные усы. В четверг омбудсмен Светлана Шмелева подвела итоги правозащитного года и рассказала корреспондентам телекомпании о том, что особенно волнует жителей. Подчеркнула, что наряду с защитой прав граждан служба оказывает консультационные услуги. Подробности в репортаже Ирина Афониной. Аппарат уполномоченного, непосредственно омбудсмен Светлана Шмелева, общественные помощники службы в районах всегда готовы поддержать, принять жалобу, проконсультировать, в том числе и по юридическим вопросам. К нам не только приходят жалобы, и обращения, и просьбы, и граждане обращаются за консультациями, но все-таки по итогам прошлого года все, что связано со СВО, это проходит красной нитью. Служащих в зоне СВО волнует выплата пособия, оказания медицинской помощи после ранений. В данной ситуации аппарат уполномоченного работает в тесном контакте с областным правительством. Именно по инициативе главы региона ребята проходят реабилитацию в медицинском центре Решма. Сегодня и позиции нашего президента, и нашего губернатора. Пока наши бойцы за ленточкой отстаивают нашу защиту, мы здесь, в общем-то, дома, на родине должны сделать все возможное. Матери военных, жены, дети нуждаются в медицинской помощи, в консультации клинического психолога. Родственники в сельской местности обращаются за помощью в заготовке дров, в расчистке снеговых заносов. Одним из важнейших вопросов, за решением которого обращаются заявители обеспечения жильем детей-сирот, детей, которые остались без попечения родителей. И здесь же у нас нарушение прав в сфере ЖКХ. Именно поэтому я сказала, что в начале года мы создали новый проект, где жители нашей Ивановской области в определенный день, все мы это заранее анонсируем, ежемесячно, могут прийти сюда, в наш офис, по адресу Театральная, 16. Основная цель нового проекта – оказать квалифицированную помощь. Кроме консультаций, помогут написать исковое заявление в суд. Для льготной категории граждан бесплатно. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Ивановский районный суд вынес приговор двум наркодилерам. Они хотели заработать 8 миллионов, а получили 8 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в силу. Было установлено, что двое безработных из Нижегородской области согласились стать перевозчиками и оптовыми сбытчиками одного из интернет-магазинов. Они приобрели более 2 килограммов мифедрона, чтобы распространить синтетический наркотик при помощи закладок. Преступники намеревались заработать более 8 миллионов рублей. Однако продать товар дилеры так и не успели. Были задержаны на территории Ивановской области сотрудниками УФСБ. Суд признал их виновными в покушении на сбыт наркотиков и приговорил каждого к реальному сроку. Кроме того, машину одного из злоумышленников стоимостью 800 тысяч рублей продали, а деньги пошли в госказну. На этой неделе в Ивановский зоопарк привезли более 200 пихт. Те, что не распродали в новогодние праздники. В ближайшее время деревни планируют декорировать вольеры. Такой вечно зеленый сюрприз особенно порадовал местных белочек, а вот для фейников пихта в новинку. Все потому, что в пустыне, где они обитают, ее не встретить. Любопытные зверьки исследовали хвойное дерево. Напомним, что в Ивановском зоопарке проходит традиционная акция по сбору елок, сосен и пихт. Хвойные деревья украсят вольеры питомцев. Передать их могут только юридические лица. Елки, которыми вы украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках могут оставаться фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд или искусственного снега. Еще деревья, которые долго стояли в помещении, теряют свой аромат, поэтому становятся не очень интересными для животных. Сейчас о погоде на ближайшие сутки. В пятницу в регионе нас ждет пасмурная погода снег. Температура воздуха днем минус 18-20 градусов. Ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. По прогнозам синоптиков, наступающие выходные дни будет довольно прохладно. До минус 16 градусов в дневные часы. Временами снег. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео, фото направляйте на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения.